В столичный аэропорт Борис Плитруханов прибыл не из Чехии, а из Польши. Сказал, что летел через Варшаву. Хронология событий, а также суть обвинений в материале Андрея Анастасова. По официальной версии Одесского горсовета, как только Геннадий Труханов узнал, что ему заочно объявили о подозрении, срочно прервал командировку в Чехию, где перенимал опыт модернизации трамваев, и прилетел в Киев, дескать, не скрывается от следствия. Сюда же из Израиля прибыл еще один фигурант расследования, его зам Павел Вугельман. Украинские пограничники и уже ждали. Прямо в Борисполе детективы НАБУ обоих задержали и повезли на допрос. Труханова и Вугельмана подозревают в растрате бюджетных средств. Это же инкриминирует директору департамента коммунальной собственности Одессы Алексею Спектору и главе профильной комиссии горсовета Василию Шкрябаю. Правда, где они находятся сейчас, пока неизвестно. Это растрата привлечения майна шляхом заражения служебным установочем, особенно в больших размерах. В соответствии санкции предпочитают покарание в виде избавления воли до 12 лет. Речь о скандале вокруг бывшего завода Краян. Два года назад Одесская мэрия для своих нужд приобрела у частной фирмы здание предприятия за 185 миллионов гривен. Фонд директор майна в 2015-2016 году продал цілісный майновый комплекс завода Краян. Продал его на открытий торгах за 1,5 миллиона гривен. После этого, через некоторый час, фирма, которая уже фактически набрала право власти на этот комплекс, фактически не вживая никаких действий для покращения, уже Одесская мэрия на основе соответствующего решения купит это самое майно, но уже за 185 миллионов гривен. В НАБУ считают, обе стороны неплохо нажились на этой сделке. Двоих коммерсантов и еще одного чиновника мэрии вчера задержали в Одессе. Громкие задержания прокомментировали его по блоке. Призывают правоохранителей не политизировать расследование. Что же касается завода Краян, напоминают, тогда полицила принципиально не поддержала эту сомнительную сделку. Именно с этим зданием, именно с этим решением связаны те события, которые происходили в нашей фракции оппозиционного блока в прошлом году, когда мы вынуждены были исключить из партии несколько наших депутатов, которые, как мы считали, абсолютно неправильно поддерживают данное решение. Сам Геннадий Труханов на своей странице в фейсбуке сегодня написал, все решения, принятые Одесской мэрией, считает абсолютно законными и утверждает, правда на его стороне. Он также уточняет, что сам попросил адвоката связаться с НАБУ и сообщить о своем возвращении в Украину. Правда, в бюро это опровергли. Дескать, о прилете Труханова узнали от пограничников. Напомню, в Одессе мэр не появлялся полтора месяца с конца прошлого года. То брал отпуски, то продлевал их, то уезжал в заграничные командировки. Андрей Анастасов, Наталья Шумакова, Александр Кириченко, Игорь Михоношин. Подробности телеканал Интер. Сомнительная сделка с покупкой городского здания далеко не единственный скандал, в котором фигурирует Одесский мэр. В прошлом году журналисты раскопали, что у Геннадия Труханова двойное гражданство. Якобы у него есть российский паспорт. Правоохранители проверяют сейчас эту информацию. Одесский мэр не единственный политик, имеющий несколько паспортов. Их наличие силовики проверяют также и у нардепа Вадима Рабиновича, которого журналисты также улечили в израильском гражданстве.